коллеги добрый день так у нас сегодня мы с вами больше совместный вебинар вы будете участвовать со мной весь вебинар если останется конечно до конца на этом вебинаре мы с вами рассмотрим разные заявки действительно которые приходили в рабочие базы я буду с вами до конца вебинара меня зовут кривенкова наталья ведущий консультант аналитик по нескольким программным продуктам а именно как функциональный архитекта по зубу и по казначейству как ведущий аналитик по бюджетированию в разных программах и зарплаты управления персоналом он же зуб управление холдингом уха и ирпи и ирпу да то есть везде где у нас есть бюджетирование казначейства и зарплата это мои кусочки мои программы дальше начнем нашу презентацию буду просить вас сегодня часто участвовать если вы впервые на наших семинарах я вот вижу новых участников да скорее всего просто поставить да плюсик в чат и сразу же скажу что наши записи вебинаров выкладывают буквально по-моему на день или на следующий день после проведения вебинар да ну будет субботу поэтому здесь будет сдвигание сроков на следующей неделе вы сможете найти наши записи на канале youtube и в любой удобный момент да там для себя какие-то открыть записи например прошлых вебинаров не обязательно зарплата но абсолютно все выкладываются у нас на канале то есть все можно посмотреть пересмотреть да конечно параллельно сейчас пока еще запись прошу прощения да ссылку на канал буду сейчас в чатик также скажу что у нас сегодня я попрошу вас достаточно часто участвовать чате возможно даже если вы хотите какие-то кейсы проговорить голосом сегодня даже включить звук у нас половина вебинара да будет больше с вами интерактивная сейчас как раз ищу отправлю видео ссылочку в чат пожалуйста да 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 и да у коллега помогла спасибо огромное там хранятся абсолютно все записи то есть можно зайти в любой момент до канал следующим образом можно зайти в любой момент и выбрать по видео да или по поиску здесь до необходимый вам вебинара это все есть все все можно пользоваться и так хотела сразу уточнить да вот кто с нами да пожалуйста кто с нами собрался кадровики и расчетчики и чары поэтому сразу уточню да работать с другими конфигурациями от 1с или другими программными продуктами например для и чар программные продукты я да есть система всевозможные где вы ведете отдельно персонал поиск персонала да вот эти вот именно и чариковские программы где ведутся всякие квалификации аттестации сотрудников да то есть это не всегда ведется в зуб только очень больших компаниях и чаще всего все равно используется дополнительное приложение в маленьких компаниях обычно такие вещи делаются от руки да или в журнале от руки это я называю случаи когда мы используем обычно там вордовские документы и храним где-то на сервере например кто-то из нас работает еще может быть корпоративным порталом до компании допустим те же чары или те же расчетчики заработной платы могут получать уведомление о том что тот или иной сотрудник через личный кабинет заказал справку например на индекс о том что работает у нас а если есть другие программы просто поставьте плюсик если нет можете ничего не ставить перейдем к следующему вопросу так хорошо если даже чат будет чуть-чуть опаздывать я все равно просматриваю параллельный чат как часто у вас возникают проблемы с системами в котором с которыми вы работаете можно написать примерно в неделю один там раз в неделю два раза в неделю или можно написать что в принципе не возникают то есть здесь свободный комментарий можно цифркой там один-два раза мы берем срок за неделю или например там никогда когда-нибудь не возникают можете ли вы до характеризовать вот эти проблемы то есть насколько быстро вам помогают эти специалисты насколько быстро вы к ним обращаетесь например да там чаще всего такие моменты делаются сразу да вот обращение ваше идет сразу а как быстро вам именно помогают эти специалисты то есть можно там сразу не сразу через неделю через год забывают про вас спасибо большое итак у нас есть абсолютно разные категории эти специалистов очень часто в больших компаниях например да специалистов очень много айтишных и они все разбросаны по разным направлениям и не всегда вы как пользователь да так же как например я как пользователь любой компании да кроме своего отдела я не знаю абсолютно другие все отделы кто работает как работает что они делают куда они обращаются по любому поводу да то есть есть какая-нибудь скорее всего система заявок либо либо вы по почте пишите да либо там какая-то там фраза типа джир возможно услышали да или любой другой там сервис деск хелп деск какого-нибудь и тилю или идти это все программы которые позволяют регистрировать заявки и достаточно раскрученные на рынке и любой из них там может пользоваться любая компания и очень часто бывает что коллеги да не всегда могут определить куда попала заявка и по этой причине соответственно просрочить все возможные сроки по заявкам очень долго между собой передавать да у вас систем например какая-то проблема очень серьезная очень срочная и вам нужно ее решить в IT специальности есть также точно так и допустим да в рамках бухгалтерии огромное количество разных подразделений огромное количество разных специалистов которые отвечают за разные блоки в компании если компания небольшая то обычно это один там два человека или например тот тем же аутсорсом пользуются если компания средняя или большая скорее всего есть уже штат своих специалистов или отдельная прям компания которая вас обслуживает да со своим штатом специалистов куда вот вы так же точно отправляете заявки и ваши заявки разбираются да то есть вам помогают сегодня мы разберем разные виды специалистов IT и в том числе как понять какому специалисту вам нужно обратиться например да и с каким вопросом и посмотрим уже второй половина вебинара просто реальные кейсы с какими сотрудники приходили и допустим вопросы которые зависали просто потому что не совсем корректно допустим описаны были опять же чем лучше вы опишите вопрос да тем лучше да забегая вперед тем быстрее коллеги определяют куда его отправить так какому специалисту тем быстрее он решится итак у нас есть разные виды айти специалистов у нас есть системные администраторы у нас есть веб да веб специалисты разработчики приложений иногда их называют разрабы но разрабы совершенно общее слово называть разрабы могут кого угодно да то есть абсолютно и веб программисты да и даже других специалистов которые ниже да у нас по слайду есть программа сад это аналог 1с но используется обычно только в очень крупных компаниях для ведения международного учета она очень дорогая по сравнению с 1с и мало компаний может а себе позволить и б она в принципе не нужна то есть она нужна для мсфо причем мсфо для фирм где хозяева не в россии 1с да и другие специалисты что может быть другими специалистами могут быть специалисты по каким-то узким программам отдельным которые есть только у вашей компании или например те же самые ребята аутсорсеры аутстафферы то есть кто-то да кто на стороне делает возможно часть других работ которые вы не знаете это например обслуживание серверов да если у вас большая компания и вы наоборот не большая компания большая компания может заказать да там какую-то компанию поменьше да который будет полностью обслуживать а если компания небольшая то наоборот можно даже снимать место на сервере чтобы даже не тратиться на собственное оборудование в это место на сервере будет входить в том числе в эту цену обслуга этого сервера то есть не нужен будет свой айти специалист постоянно в штате что достаточно дорого для компании проще допустим для маленькой компании использовать там съемное место вот в таких случаях да это я называю другие специалисты специалистов айти очень много и так кто такие системные администраторы системный администратор это специалисты которые отвечают за работу вообще техники в компании за исключением таких специалистов как например по компаниям которые занимаются производством еды или например какие-то заводы да где есть станки там отдельно есть на это свои инженеры по производству продуктов питания или полуфабрикатов что достаточно популярно в питере в москве что много там кафе ресторанов всевозможных да где можно даже собой взять или купить каких-нибудь пельмен на этом на вынос собой что-то уже там полуфабрикатом да они готовы изделия то в этих случаях есть специалисты которые настраивают оборудование обычно это охошники то есть административно-хозяйственный отдел которые вот именно ездят например там сломался у вас слайсер да который вот режет тонко любые продукты или там нужно заменить блендер да вот в кафе в ресторане это обычно делают охошники системные администраторы у нас занимаются да это обычный вид системного администратора сейчас на картинке системный администратор обычно занимаются техникой вида принтеры сканеры копиры мфу когда выходит новый человек на рабочее место заводится учетка да чтобы вы могли зайти на этот компьютер да сам который вам выдали в компании чаще всего сис админа вы выглядите вы видите не в таком виде а противоположной стороной потому что он обычно ковыряется под столом если у вас именно системный компьютер с этим системным блоком и что-то проверяет например мышку вас да там не работает в первую очередь приходит сис админ проверяет как она подключена не отвалилась ли там или не отвалился ли провода если у вас проводная мышка то же самое с принтером да то есть он обычно под столом вот к сожалению да но вот у коллег именно такая работа то есть они настраивают физически оборудование и вы видите их обычно с другой стороны а в таком виде они выглядят в серверной где огромное количество проводов да и где есть свои сервера опять же это в случае если у вас достаточно крупная или средняя компания компания может позволить дать себе дорогущие сервера если маленькая компания допомним мы можем снимать сервера и вот так выглядит сис админ на обслуге у вас где-то в другой компании что еще они могут делать когда у вас не работает какая-то программа например да не можете вообще зайти в компьютер забыли пароль именно в сам компьютер не работает телефон не можете никому позвонить вот айпи телефон не отвалилась то есть всевозможные периферийное оборудование которые вы используете в офисах ежедневно это все входит в работу сис админа также как и настройка вам программных продуктов да на рабочем столе например те же самые одинайсники они дают доступ внутри одинайса именно саму одинайс куда вот желтый ярлычок на вашем столе чтобы получился это делают вот эти вот тоже волшебные люди сис админы очень часто их труд незаметен обычным сотрудникам и если все хорошо в компании если всего работает это значит что сис админа вы почти не видите это очень хороший признак дальше у нас есть веб-специалисты мы по-другому еще называем вебовцы да они соответственно тоже откликаются на это имя веб программист вебовец может писаться на английском языке кто такие веб-специалисты это специалисты в области компьютерных технологий а именно веб программирования что имеется ввиду здесь это специалисты которые у вас например занимаются корпоративным сайтом порталом корпоративным личным кабинетом сотрудника личным кабинетом руководителя то есть все что у вас открывается в браузере да помимо там адопова райдера например какого-нибудь да который открылся да чтобы посмотрели документ абсолютно все что разрабатывать вашей компании на веб-ресурсе делают веб программисты и они делают в связке с 1с никами например 1с облака да есть разные облачные 1с сейчас уже и там как раз таки интегрированное решение между 1с программистами и обычными 1с никами то есть все что относится к интернету это у нас веб программисты да фреш фрешка да там интеграционное решение между как раз таки облачной 1с и в этом помогали нам в том числе главная компания 1с это вебский программистов совместный продукт который родили спасибо веб-специалисты да у нас есть еще это у нас прошу прощения разработчики приложений да не заменил на слайде это разработчики приложений мобильные разработчики которые у нас занимаются разработкой чего всех мобильных приложений да приложения на apple это редкие специалисты потому что apple у нас разрабатывается в основном не в россии разрабатывается в сша google play же имеет достаточно закрытую инфраструктуру у себя большинство приложений которые пишут данную на рынке россии это приложение на android на android телефоны и поэтому я здесь поставила значок нашего волшебного плея через который мы все скачиваем и на котором раньше почти все это приложения были возможны для скачивания и приложения в том числе наших банков да обновлялись через именно google play также точно через apple app store называется да они занимаются приложение да у нас могут быть где да на андроиде android у нас может быть на телефоне на планшете или например там симуляторы андроида которыми уже пользуются такие продвинутые пользователи в определенных случаях да там раньше была запись экрана очень удобно также у нас есть такие специалисты редки до которых я уже ранее говорила это специалисты программы sap sap а мы еще их называем саперы да внутри себя они называют саперы именно саповцы что такое sap это аналог 1s точнее если правильнее сказать да это 1s аналог сапа только на русском если уж прям обращаться к истории первым появились вообще сапу да и программный продукт которые пошли там дальше 1s уже развивалась как компания и выпускал именно на русском языке до решения первое в россии это было вот одно из первых да это было 1s помимо там небольших программ которые уже закончили свое существование и конкурентом главным 1s именно в больших компаниях раньше был sap до 2000 2014 года дальше sap стал уходить там с рынка по причине своей дороговизны 1s же наоборот очень быстро развилась как система которая с открытым кодом да вот это вот сам открытой инфраструктуры так же как у android то есть возможно кто то есть кто угодно открытая инфраструктура это что это когда кто угодно может грубо говоря зайти код и что-либо изменить написать и сделать apple в свою очередь здесь например так же как и sap да иностранный продукт делают защиту то есть на каждое телодвижение нужно покупать лицензию нужно платить деньги компании самый главный у 1s это не так то есть абсолютно любой программист любой компании может дописать вашу 1s то есть любой 1s программист может изменить вашу 1s любую и 1s компания это позволяет она дает инструмент для этого sap это не позволяет то есть бесплатно да мы говорим бесплатно не позволяет это нужно платить за лицензию и получать полный программный продукт 1s специалисты у нас тоже есть но они делятся на разные категории да у нас есть 1s специалисты по системам которые они обслуживают есть по действиям которые делаются в этих системах или для этих систем например кто такие аналитики это те кто в основном работают именно с конечным пользователем да что они делают проводят встречи спрашивают да что работает что не работает где люди которые отвечают вам да например на письма в большинстве случаев если на опять же да у нас не маленькая компания где у нас да один программист он же садмин он же у нас и аналитик по совместительству да тогда это другой да другой разговор мы говорим о сейчас средних компаниях достаточно приличных оборотах и больших компаниях аналитиков тоже есть множество да мы делимся на категории консультанты стажеры там например первая линия может быть это слышал да вторая линия вот эти определения ведущий аналитик функциональный архитектор да и вот все возможные вот такие названия программисты тоже делятся на программисты ведущие программисты тим лид вот вот такие вот странные названия да тоже это все относится к например программистам то есть тим лид это просто руководители программистов а функциональный архитектор это руководитель аналитиков технический архитектор это опять же тот же тим лид тот же начальник у программистов то есть да у аналитиков опугей сейчас это функциональный архитектор а у программистов опугей это технический архитектор который уже ведает там разными один из программами и другими приложениями и полностью контролирует именно всех видов программистов у себя а программист что нас делают аналитик мы поговорили что он в основном работает с пользователями то есть тот человек с которым в большинстве случаев у вас все взаимодействия напрямую да и самое главное аналитик это тот кто понимает учет понимает вас и переводит да с языка бухгалтеров да с языка и чаров на язык который понимают программисты да что им нужно сделать в системе потому что очень часто программисты не понимают что хочет конечный пользователь да что хочет заказчик аналитик например нарисует расскажет объяснит опишет да так называемое это все техническое задание да очень часто сокращается как тезе если компания очень большие какие-то переходы с одних программных продуктов на другие то тезе может называться совсем по-другому но это уже конкретная специфика проектной деятельности и переходов мы рассматривать не будем темы вебинара у нас научиться именно правильно внутри распределять да какому специалисту что с какими вопросами идти программист что делает программист грубо говоря программист пишет код аналитик работает с пользователями задачи программиста они не такие как вот например аналитика вы видите постоянно а программиста вы чаще всего не видите но видите только результат его работы результатом его работы до того что он написал или это не тоже не пять минут например там созвон с консультантом достаточно большой труд программист разрабатывает а у нас документы отчеты справочник какие-то новые реквизиты там например нужно вот в шапке добавить организацию да вот нету ее просто да вот на форме документа и нужно как-то добавить это это сделает программист это сделает мне аналитик например раздел новый в системе да у нас в одинессе разделами я напомню да называются вот эти вот желтенькие штуки да кадры зарплата выплат налоги взноса отчет отчетности справки и и вот наполнение всех этих разделов каждый документ у нас осталось с прошлого раздел кадра у меня остался пустой с прошлой нашей встречи да то есть абсолютно все включая каждое поле в документе в каждом которым есть каждое поле в отчетах это сделано программистами то есть аналитиками аналитик делает макет например да а вот это рисует для программиста программист уже воплощает все вот это в жизнь делать так чтобы это работало то есть не просто да какой-то отчет который вы не можете воспользоваться вы не можете вот это вызвать он не работает и непонятно зачем он нужен именно для того чтобы работало вот такие так у нас прибыл у народу присоединившимся добрый добрый день далее у нас сейчас перейдем к презентации будет уже такая часть когда мы смотрим кейсы и и пообщаемся кто как создает заявки как как быстро да вот по какой причине вам не так быстро могут помочь ваши айти специалисты например за такую заявку проговорю голосом пишет что не могу зайти в компьютер да мы ранее с вами уже обсудили что да если вы не можете зайти в компьютер да то этим занимаются именно наши волшебные вот эти вот люди сис админы возможно что-то легон на сервере возможно вашу четко уже не заблокирована да там слишком много раз вводили пароль именно на компьютер но если вы не можете зайти в 1с то это уже вопрос консультанту или программисту 1с а 1с это только одно приложение до которой одна программа у вас есть на компьютере если проблемы с другой программой да например не 1с а что угодно ворд не работает лицензия слетела на офис отказал аутбук это все делают чаще всего системный администратором то есть не в больших компаниях есть градация так вплоть до того что даже могут быть разные системы где работают программисты 1с да и аналитики 1с и где работают сис админы редко но это бывает бывает такое что даже они считаются разными отделами на примере сейчас кейсы да покажу как например у нас пришел запрос от одного да там сотрудника имена где-то если были все замазала да и переделала соответственно вот то что можно показывать нам например у нас пример как просить доступ неправильно да у нас сверху этой системы джира да тема письма внутри это описание очень часто называется тело письма сотрудник отправлял письмо с корпоративной почты и она регистрируется в системе заявок конкретно здесь рассмотрим рассматриваем джиру например да тема письма называется новый сотрудник вопрос да в принципе новый сотрудник компании видимо что-то нужно вопрос что да вот что нужно новому сотруднику дальше в теле письма читаем в 1с нужен доступ новому сотруднику допустим его новую а а в 1с в какую 1с тогда есть у нас несколько 1с то есть у нас не только зарплата например а бухгалтеры вот среди нас например могут быть расчетчики заработной платы которые делают отражение заработной платы в бух учете и перекидывают его в систему 1с бухгалтеры управления предприятием или например там в тот же ERP да там в уха то есть другие системы учета или там даже ручками может переносят еще то как понять в какую систему да нужен доступ это нужно связаться с пользователем уточнить да вот ответственного по этой заявке в какую же систему нужен доступ кому нужен доступ мы понимаем да а если допустим у нас человек однофамилец потому что ивановых у нас много да петровых много сидоровых много на самом деле очень много фамилий где есть совпадение там те же самые кузьмины достаточно часто встречаются то есть фамилий на к в принципе очень много да могут быть вот просто так совпало что уже не первый раз у меня например полные тезки в организации это не вот эти вот лист да стандартных фамилий иванов петров сидоров просто совпадает что либо полные тезки почти полные тезки и можно догадаться только например по отчеству разному в идеале еще здесь в заявке нужно указать как у кого доступ да то есть мы уже поняли да что нам нужно в один эску новый сотрудник да нам тема дала примерный образ куда мы идем до копаем дальше в какую из один эсок полное имя сотрудника в идеале бы и следующий момент написать как у кого вот какой доступ доступ просто в систему можно дать но какие действия сотрудник должен выполнять например доступ как у расчетчика или доступ как у расчетчика петровой вот в идеале если есть фамилия то вы станете любимым пользователем да у своих айтишников если вы прикладываете именно еще дополнительную фамилию как у кого но достаточно допустим информации да вот фамилия и какой доступ больших компаниях доступов очень много по этой причине вот и просят еще иногда указывать иногда как у кого пример например да заявочки которая у нас правильная была где я закрыла до название реальных сотрудников например прошу создать учетную запись в один из для нового сотрудника да там это было у нас до тема тема письма внутри письма мы не забываем да самое главное это поздороваться идея добрый день у нас в принципе и по правилам корпоративной культуры очень часто все что рабочее время пишется добрый день в особых случаях когда клиент да или допустим любой пользователь еще и ставит подпись например да там подпись такая-то и там с уважением это просто приятный бонус и понимание корпоративной культуры но как минимум здороваться да с коллегами это нужно и даже у себя в отделах мы тоже учим всегда здороваться с тем человеком который тебе написал то есть не просто начинать хочу то то сделайте то то элементарная вежливость должна быть всегда допустим да прошу создать доступ да в зуб конкретно сверху у нас не было написано что мы допустим хотим в зуб зайти да но внутри теле письма у нас уже указано но может быть такое что у нас например несколько версий зуб в огромных компаниях несколько версий бухгалтерии предприятия допустим да две системы ухи это для пользователя обычного для обычного рядового сотрудника да кажется что это одна одна и та же система но можно скопировать название 1с вот это вот например зарплата управления персоналом пор да чтобы его не переписывать да можно написать просто зуб корп например база есть основная есть к не дополнительная или можно сделать вот таким образом на вот эти вот две полосочки значок вниз о программе и вот этот кусочек все скриншотить здесь есть сразу же понимание в какую систему вы хотите и как она называется у вас на сервере чтобы вы не копировали руками не переносили вот здесь название или какую-нибудь еще там да не пытались удлинить до запрос методом там ручного лишнего ввода скриншот и вот это отправили как делать быстро скриншота не обязательно принт-скрин потому что иногда принт-скрин нас может подать лишняя информация которая есть у вас на компьютере есть такое приложение на компьютере ножницы но есть практически на любом windows и это стандартный функционал единственное что на удаленках иногда сис админы это отключают опять же вы хотите это включить вам нужно обратиться к своему сис админу находится она как обычно да через все приложения у меня но всегда закреплено внизу потому что ему очень удобно пользоваться по кнопочке закрепить открепить и из приятного она может как кусочек вырезать да как вот запустим из вот такого режима таким режимом у нас может быть удаленка то есть например чтобы на удаленке почта у нас может быть на рабочем компьютере один из нас у нас может быть на удаленке да мы просто открываем в режиме окошком пишем что-то да и вызываем нашу прекрасную программку ножнички будет таким образом нажимаем создать и обратите внимание да экран стал серым вырезаем нужный нам кусок да вот в теории вы не знаете на какой кусок да у нас с админы например или один из некий обращают внимание поэтому просто вырезаете кусочек если вы делаете вот так в некоторых случаях когда обращаетесь к коллегам тоже неплохо потому что видно да название вот здесь это нужно если на какой-то отчет да и систему вызываете то смотрится именно название базы сверху что еще удобно да я могу здесь выделить что-то желтеньким или выбрать любой из типов пера обычно выбирается красная да где я например что-то могу отметить ну и какую-то там например вот здесь там чтобы вот они было да например было бы там 12 0 3 также случайно что-то сделала есть ластик чтобы стереть удобство этой программы в чем был вырезаете только нужный кусок вот например да вы лишнее вырезали казалось бы опять нажали создать никуда это не сохранилось дай выбрали нужный кусочек и больше ничего не нужно делать вот с этим изображением выделили так например и так и control в в документ покажу на пустом слайде например да но здесь копируется предыдущий мой документ наверное просто вот примеру да это было бы письмо вот например я бы сделала ножничками кусочек наш прекрасный борт да вот какой-то кусочек который мне нужно вставить очень удобная штука если у вас ее нету скорее всего она просто у вас не выведена да вы также точно можете таких скринов наделать сколько захочется и сохранить именно нужные вам кусочки без лишней переписки чтобы она не попадала да у вас кадр без сохранений без отдельного выделения сохранения в пм присваивание названия потом поиска названий в ваших скриншотах или загрузках это дольше да если вам нужно быстро кому-то ответить и положить просто скриншот внутрь письма это самое удобное приложение к тому же на бесплатно и но есть фактически везде посмотрим да например наши дальше примеры что у нас еще может да вот пройти не по плану сейчас приведу несколько кейсов для примера если у вас такие ситуации были что очень часто вас спрашивали что вы тут имели ввиду а что вы там имели ввиду да то очень рекомендую прям со мной начать разбирать вот эти истории предлагаю как-то поиграть в группе следующие там до 15 минут с вашей стороны что неправильно да или какой информации не хватает в тех примерах которые я буду показывать можно прямо писать в чате достаточно сразу такой сложноватый пример выбрала есть ли вопросы чего здесь не хватает или возможно что здесь не так можете писать в чате если нет я буду просто проговаривать чего не хватило данной заявки то есть это это вся заявка больше ничего нет в этой заявке я не вижу чтобы кто-то что печатал в чате поэтому сразу проговаривать и так что здесь не так да у нас есть дебиторская задолженность и коллега формирует отчет да под дебиторской задолженности и вот в этой заявке да он пишет что например каким отчетом пользоваться потому что бывает такое что есть несколько версий на примере один из к у нас может быть несколько версий одного и того же документа откроем как кадровые отчеты зависла у меня один из к хочу открываться открылись подтормозили но открылись раз таки возможно где-то на сервере да у нас что-то очень медленно идет например у нас может быть по названию одного отчета несколько вариаций этого отчета или например по дебиторке да например это из базы бухгалтерия предприятия скриншот прошу прощения скриншот а заявка по базе бухгалтерии предприятия да может быть также на примере одинэски да несколько отчетов с аналогичным названием например в одинэсе в зубе есть несколько отчетов по отпускам если бы здесь было бы написано что проблема с отчетом по отпускам вопрос был бы с каким из до отчетов потому что четкое название отчета также точно да можно было прикрепить скриншот да то что задачу не сделано точное название вот этого отчета она подсказывает сразу же вашим коллегам где искать ошибку потому что отчетов может быть несколько вы можете не видеть да там все отчеты вот доступ например у вас только к одному есть этому отчету а коллеги да там те же самые аналитики они видят абсолютно всю базу отчетов может быть много если конкретно какие то проблемы внутри отчета сейчас мы откроем то идеальным скриншотом в этой ситуации для обращения к линии поддержки мы будем сделать вот так вот у нас база как раз видимо ведутся какие-то работы на сервере сейчас у нас сформируется отчет и в этом случае идеальным скриншотом было бы сделать например вот так то есть например ошибка у нас там с количеством дней во двадцать восемь дней да у вот конкретно булатова да вот здесь не двадцать восемь дней должно быть а двадцать шесть по вашему мнению да и здесь есть название отчета здесь есть отборы которые вы ставите в этом отчете отборы должны помещаться на скриншот иначе вы видите например систему вот таким образом да но человека который может к вам иногда подойти до того же самого системного администратора или возможно одиночника да аналитика программиста рядом с вами нет вы можете работать на удаленке и здесь может быть в этой части да скрыты какие то дополнительные отборы которые у вас установлены и только по этой причине да вы не видите какую-то часть информации вот просто не обратили внимание да искали что-то предыдущее в отчете не сняли галочку а здесь вы видите уже неправильный результат да вы понимаете что результат неправильный обращаетесь в поддержку например да и не предоставляет до конца всю информацию например являясь также пользователем да веб портала да корпоративного портала в компании я также точно да если что-то не работает например я не могу заказать справку там да какую-то я делаю скриншот и отправляю также в систему заявок коллегам да где я показываю название моей учетной записи да то есть кто не может отправить где я показываю что именно да не нажимается и например что пишет да система какую ошибку она мне выдает я стараюсь это все просто сделать на одном скриншоте и галочками опять есть да на что смотреть для коллег очень удобно опять же так постоянно использую ножницы плюс волшебная возможность можно не сохранять если нужно несколько скриншотов да то вначале я вызываю ножнички нажимаю создать вставила это в письмо дальше не выходя да еще раз выходя заходя не занимаюсь этим опять создать а предыдущий скриншот вложить уже нельзя то есть здесь система работает следующим образом да он вот то что вы скопировали то и вставляет вот то есть последнее что у вас сделано в так называемом буфере обмена сейчас перейду еще к заявочкам плюс у этой заявки есть одно такое волшебное свойство когда вы по правилам корпоративной переписки да где-то с людьми используете восклицательные знаки и капслок это по опять же корпоративной культуре считается что вы перешли на крик поэтому использование восклицательных знаков является да именно вот в таком формате да в теме письма мы не говорим сейчас про отметку важная в аутнике да это отметка важная она используется это все хорошо когда вы именно в теме письма капсом пишите или никогда с восклицательными знаками это считается что как бы вы кричите опять же это нарушает корпоративную культуру и в принципе да для человека для которого приходит такая заявка уже ощущение что вот на него кричат вам в первую очередь да нужно выстраивать работу с вашими коллегами и коллеги также точно должны к вам относиться то есть аналогичным образом да выстраивать работу с вами именно тогда ваши заявки будут всегда решаться ну грубо говоря в первую очередь да не где-то забываться пересылаться между коллегами или например было такое что мне приходили заявки которые которые от которых отказались пять шесть человек конечный пользователь да бухгалтер уже был просто в панике потому что ему два дня не могут помочь а вопрос там действительно был срочный по причине того что человек был в панике никто не мог вытащить из него информацию которая должна была да вот помочь в решении заявки потому что человек в панике где-то в агрессии и заявку передавали например внутри отдела такое же тоже может быть и особенно отпугивает сразу же специалистов вот такие вот вещи когда там идет восклицательные капсы или не дай бог еще все письмо капсам да здесь аналогично опять же по правилам переписки больше одного там знака да не используется там пять восклицательных 43 восклицательных попросительных тоже не используется здесь заявки например да не указано какой документ да я специально сказал скринш algumas заявки если бы здесь было бы документ указан да здесь было бы вложение здесь указано просто автоматическое поле комментарии и больше ничего нет, срочно что, что случилось, какой документ ты можешь создать, в какой базе, что не получается, то есть абсолютно нет никакой информации. По этой заявке нужно связаться отдельно с пользователем и проговорить, что случилось, чтобы прям показали, куда, например, нажимают, такой иногда тоже просят, потому что, возможно, просто не туда нажали, какой-то отбор не сняли. Например, вот эта ошибка мне очень нравится, потому что здесь пользователь, во-первых, в теме письма, во-вторых, в теле письма, и там и там написал, во-первых, где у него ошибка, единственное, что не указал под какую учетку, но это можно, в принципе, догадаться из подписи, которая была ниже, то есть если человек пишет о себе, то он пишет в таком духе, но если вы, например, пишете за коллегу, у которого, например, еще нет учетки, то для открывшего эту заявку будет инициатором вы, что у вас не открывается. Если у коллеги, то, опять же, как и с доступом, мы обязательно прописываем, у какого коллеги не открывается, если он, например, с вашей учетки пишет заявку. Был такой случай, что тоже у коллеги заблокировался компьютер, и, соответственно, чтобы обратиться к системным администраторам в службу, коллега не мог зайти в свой компьютер, то есть чтобы сделать скриншот, отправить, что он не может зайти, ему нужен был другой компьютер, и нужно было написать от любого там сидящего рядышком. Например, заявка, которая была не очень понятна, и по которой тоже достаточно долго выясняли, что случилось, и заявка идет периферийно между сисадминами и одинэсниками, причем одинэсниками именно программистами, потому что аналитика это не сделает. Очень медленно работает одинэс. Есть пользователи, которые жалуются на любую медленную работу, когда они выгружают, например, отчет за пять лет разом, причем я не шучу, я не преувеличиваю срок, у меня действительно были такие пользователи, девушка перестраховывалась и несколько преувеличивала период, за который ей нужен был отчет. То есть отчет формировался раз в квартал, она выгружала действительно за пятилетку и проверяла, не изменились ли документы. В принципе, можно увидеть подходящие сальдовки, не изменились ли документы, то есть входящая сальда изменится. Но она предпочитала с момента, как вообще база у них начала существовать, делать каждый раз выгрузку. И чем больше данных в системе, тем больше компания, тем дольше будет формироваться отчет, потому что тем больше данных идет к выборке для этого отчета. И вот заявки, когда очень медленно формируется что-то, нужны, грубо говоря, аргументы. То есть либо это прямо сейчас что-то сломалось, либо так раньше и было. В данном случае у нас пример, что система очень медленно работала, и это было редкостью, то есть такого не было у пользователя раньше, и пользователь как раз поэтому обратился. Он не знал, кому писать, поэтому он написал в наше дело, в 1С, но оказалось это на периферии. Почему я называю периферии, как понять такие заявки? Если вы в этом случае ошиблись подразделением, ничего страшного, коллеги между собой передадут вот такие случаи. Очень медленно работает система. Вот такой случай, это между двумя отделами происходит. Почему? Система может медленно работать, потому что внутри системы, то есть внутри 1С что-то случилось. А может быть ситуация такая, что просто сервер не работает. Это опять же у нас вопрос к системным администраторам. Возможно, идет какая-то ДДОС-атака, возможно, еще что-то. Возможно, у них сервер перегрелся, вот-вот отвалится и там вообще загорится. Если с админами нужно срочно бежать, сейчас отрубать вообще все оборудование, что угодно может быть в этой ситуации, если это редкий случай, и пользователь, который пишет постоянно, только вот, например, по делу и только пишет в редких каких-то моментах, когда у него действительно что-то ломается, в этом случае на такого пользователя, опять же, быстрее обратят внимание, чем на пользователя, который ежедневно по какой-то невнимательности или где-то еще пишет жалобы какие-то, что, например, выгружает огромные отчеты, что очень медленно они работают. Например, выгружает отчет раз в неделю, один и тот же, но за большой период пишет, что очень медленно работает каждую неделю. Он будет медленно работать просто по той причине, что там огромная выборка данных. Да, есть возможность иногда оптимизировать что-либо, но, опять же, еженедельно писать об одной и той же ошибке – это либо не отрабатывать специалисты эту ошибку, либо эту ошибку решить невозможно на данном моменте. Например, невозможно ускорить систему, если у нас там, например, не хватает оперативной памяти на сервере УСИС-обнинов. Не могут они ничего с этим сделать. Счет, например, согласовывается, пока закупка оборудования будет. Это будет месяца 2-3. Например, да, не работает программа, не могу войти в систему, нужен доступ срочно, да, еще следующая наша заявочка. Не работает программа, какая программа, да, в какую систему пытается зайти, доступ, да, например, кому был бы нужен, да, то есть он не работает только у вас, и здесь нет, например, подписи, да, кто вы, кто вы, что пишет система вам, что именно, то есть вы нажали, да, на кнопочку, да, войти в систему. Дальше не принят пароль логин или просто не войти в систему? Просто не войти в систему как? Возможно, есть какое-то желтое окошко, да, если вы пытаетесь войти в 1С, и, возможно, что-то пишет, там, не знаю, не найдена база данных, что-то еще, то есть что-то какое-нибудь еще должно быть дополнительное сообщение, если это внутри 1С. А если вы не можете войти в компьютер, то тогда можно было бы для коллег, да, допустим, указать, не могу войти в наличную учетную запись, да, или бывает такое сейчас во времена удаленки, которые раскручиваются, да, у нас и дальше после коронавируса. Очень много людей у нас перешли на удаленный формат работы, и, например, очень часто отваливается VPN, да, потому что во времена удаленки закупалось любое оборудование, а сотрудники, да, продолжили, и многие компании, да, поняли, что можно экономить на офисах, и сотрудники за свой счет оплачивают себе интернет, да, иногда компании еще и технику просят, да, свою использовать, а не компанию. Опять же, для компании-то сплошные плюсы и отсутствие, да, и сдержек вот такого рода на аренду и на оборудование. И по этой причине достаточно часто сейчас отваливается VPN, да, даже у пользователей, у многих, да, одна и та же ошибка. То есть, если вы не можете зайти, то указать, по какой причине и куда не можете, да, зайти. Про Иванова сотрудника мы уже поговорили. Например, да, это реальная, без моих корректировок, да, каких-то, это реальная заявка, не могу выгрузить отчет. И внутри всего лишь приписка, да, что, там, добрый день, 1С не дает выгрузить отчет. Какой отчет? Какая 1С? С какими настройками, да, то есть, вы просто не можете войти в место, да, где лежат отчеты. Вот в этот вот блок, как у нас, да, вот, например, сегодня с вами вот прям на Акказе подзавис, да, блок входа, да, в кадровые отчеты. Мы пытаемся зайти, ничего не происходит. Да, мы подождали, ничего не изменилось. Открыли новое окошко, пытались перезайти, не изменилось ничего. Да, я бы в этом случае тоже написала бы сисадмином, но указала бы, да, вот эту ссылочку, то есть, потому что я не могу зайти вот конкретно здесь. И, например, показала, или вот второй вариант, да, показала бы вот такую штуку. Опять же, коллеги сисадмина мне бы помогли, потому что вот это вот название сверху, оно прописано вот здесь. Это вот тоже касательно фреш-версии, да, то есть, где можно взять номер вот этой программы, вообще, как правильно обратиться, да, можно написать, например, вот это. Не обязательно прикладываю вот этот вот скриншот, но просто отсюда, да, нет возможности скопировать, хотя сверху во фрешах есть. И последняя на сегодня заявочка, это у нас, когда коллеги задавали вопрос, коллеги из 1С бухгалтерии, очень приятный, да, вот бухгалтер, которая всегда отслеживает, да, сама обновление, и хотела уточнить, да, то есть, когда будет обновление, она пишет, что именно она ждет, какой именно документ она очень ждет, и пишет она вот заранее, когда появилась новость, да, о том, что там выходит такой-то документ, да, в «Консультанте плюс», например, или где-то там на просторах, да, интернета она отслеживает эту информацию, и она уточняет, то есть, конкретно она пишет название, да, документа, который она очень сильно ждет, конкретно пишет, в какую базу она его очень сильно ждет, причем как в теме письма, да, так и, например, вот здесь в теле письма, да, она дублирует и расширяет информацию. Здесь и не нужен никакой скриншот, коллега очень подробно все объяснила, очень доходчиво, и ответ ей был дан, по-моему, в течение даже одного часа, как только получили эту заявочку. Итак, коллеги, наш вебинар подходит к концу. Вопросики, если есть какие-то, да, вы можете указать на почту, да, нашего кодерлайна, и, например, указать для вебинаров по Zoom. Такие вопросики будут переданы мне, также точно вы можете оставить там отзывы, предложения, или, возможно, какие-то свои кейсы, которые вы хотели бы, да, поделиться, или которые вы хотели бы рассмотреть, да, на одном из вебинаров мы проводим, да, такие открытые, да, кейсы, когда нас собираем, да, достаточно количество кейсов. Но, опять же, если кейсы не относятся конкретно к вашей доработанной базе и какой-то доработанной вещи, да, то есть такая информация, значит, киридации уже потенциальной, да, в вашей компании, и передавать базы на показ, да, это невозможно, да, с вашей стороны. А в типовой версии, да, это будет невозможно показать. Поэтому вопросы из общих блоков, да, например, если вот здесь у нас с вами, да, есть зарплата, кадры и выплаты, да, вот эти вот блоки, многие взносы, то вопросы можно, да, вот по документам, по отчетам, которые здесь содержатся, но не именно самописным, например, разделам, если бы здесь были какие-то дополнительные, там, аттестации сотрудников, там, какие-нибудь учеты рабочего времени дополнительные, да, то есть что-то, что вот здесь могло бы быть такое, мы рассмотреть не сможем. Итак, на сегодня мы узнали, кто такие IT-специалисты, как они делятся, да, кто за что отвечает, кого, как спрашивать, да, посмотрели примеры нескольких заявочек и посмотрели такие живые кейсы, где, в том числе, да, работа шла несколько дней, опять же, несколько дней, несколько специалистов, это деньги, да, для компаний, которые обслуживают, да, но не для вас в плане времени и минуса. Спасибо огромное за внимание и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok